Один раз один мужчина сказал мне, что Маша говорит Я король, я король дома, тогда когда никого нету дома Человек говорит, что себя чувствует хорошо, чувствует себя королем Тогда когда жена не дома, дети не дома Действительно это есть то, для чего мы как бы людям женимся Понятно, что нет Мы хотим, чтобы мы чувствовали себя королем Когда мы чувствовали себя комфортно, в гармонии Тогда когда и жена дома, тогда когда дети дома Тогда это тяжело или в чем секрет этого всего? Почему же этот человек говорит, что я король? Посмотрим человек, его картину, как он выглядит на самом деле мужчина до того, как он женится Мужчина до того, как он женится Если он живет один, то конечно же, что он себя чувствует на самом деле королем Приходит, когда он хочет дома Спит, когда он хочет Одевается, как он хочет Раздевается, как он хочет Приходит, заходит дома Ставит куртку там, еду там Берет себе пиво, чипсы Включает себе телевизор, футбол Чувствует, конечно же, что он себя чувствует королем Или же если он Сел и жил у мамы Мама все абсолютно для него делает Любит, чтобы не было тебе холодно Чтобы не было тебе Этот, как в этом анекдоте Как Семочка Говорит, мама, что мне? Мне холодно сейчас или я голодный сейчас? Мама, говорит, носит его на золотом На золотых руках Приходит, потом человек женится И жена у него Своей Приходит со своими тарелками Вещами Его потребности Дети с их потребностями И так далее, и так далее И человек уже Не так, как он жил При тебе до этого И потом понятно, когда человек говорит Что я себя чувствую королем Тогда, когда никого нету дома Понятно, он себя чувствует до этого Когда он был холостяком Конечно же, он король, когда нету никого дома Но мы постараемся посмотреть в Торы И посмотреть Может быть Отдать этому человеку Может быть ответ Что он может быть С вашей помощью Тоже счастливым Тогда, когда дети дома И тогда, когда Жена дома И жизнь в гармонии И в действительности Мы уже задали Неоднократно этот вопрос То, что В сегодняшний день Молодежь Задайте вопрос Зачем жениться Нехороший ли человеку Быть Посмотрим в Торы Что написано И мы видим невероятные вещи Наши мудрецы Пишут то, что Человек Без жены Он является Без радости Белосимха Он является Без благословления Он является Без това Без Хорошо Без добро Он является Без торы Без ограждения Если наши мудрецы Пишут такую вещь Что, что Мужчина Без жены Он без радости Посмотрим это В наших Сердцах Радость Где был До этого Или после этого Да, многие скажут Может быть Была На самом деле До этого Но наши мудрецы Определили И знают Что эти слова Это слова Творца И они говорят Что, да Мужчина Без жены Без второй половины Он Без радости У нее Не может быть радость Так же Где радость Когда он себя чувствовал Королем До свадьбы Или сейчас И не только Это, дорогие друзья Посмотрим Сам в Торе Посмотрим Во время творения Первого человека Что пишет нам Торе Написано В Торе Написано Что Говорит нам творец Не хорошо Быть человеку Одному Леват Быть одному Человеку Не хорошо Из-за этого Давай сделаем Что Эзер Кенекто Делаем ему Помощника Который Будет Помогать ему Тоже Нужно понять Что это значит Эзер Или Кенекто Но В буквальном смысле Написано Прямым словом Прямым текстом И тут Наши мудрецы Тоже Подчеркивают Этот момент То, что Если человек Думает Что хорошо Быть одному Он Очень сильно Ошибается Он Начинает Творец Сам говорит Что Тебе Как человека Тебе Плохо Быть одному Тогда Изменяю Тогда Почему Тогда В чем же Цель Что мы На самом деле Создавали Семью Или же Где же Тот Радост О чем Наши мудрецы Говорят Без Благословления Беседерами Уже Упомянули Эту Вещь При уважении Своей Жене Творец Благословляет Человека Богатством При То, что Тора Тоже Понятно Потому что Человек Он Не думает О Грехах Он Концентруется На Торе Радость Радость Това Да Но мы хотим Найти Где же На самом деле Ответ На все Эти Вопросы До того Как мы Зайдем На самом деле Понять В этих Вопросах Давайте Посмотрим Как Выглядит Вообще Реальность Мужчины И Женщины Посмотрим Настолько Мужчина И Женщина Они Абсолютно Разные Абсолютно Разные Элементарный Вопрос Сколько Время Нужно Женщине Чтобы Подготовиться Для свадьбы У нас Сейчас Намечивается Свадьба Родственника И Сколько Время Готовится Женщина Для свадьбы И сколько Время Готовится Мужчина Женщина С того момента Когда она Получила Приглашение Месяц Два Уже Ищет Платье Для себя Ищет Платье До этого Муж Говорит Дорогая Смотри У нас Из всех Трех Шкафов Три Твои Половина Из них Твое Платье Она Говорит Нет Дорогой Смотри На это Это Платье Я уже Одевал На сваде Моего Брата Это Платье Я уже Одевал На Трай Родного Брата Это Я уже Одевал Это Это Уже Видели Когда Мы Были На Симхо Тора На Это Видели На Это Я Не Могу Нужно Новый Беседр Новый Давай Поищем И Идут И Неделя Выходят Это Не Понравится Это Не Процент Мы Все Знаем Это Все Это Сущность Женщины А Сколько Время Нужно Мужчине Мужчина Пиджак Который Он Купил Костюм Который Купил Для Свадьбы Он Может Носить До Бармисти Сого Сына Пойдет Еще 15 20 Даже Может Дойти До Свадьбы Сого Сына Пришел Одел После Работы Пошел В душ Сразу Одел И Пошел На Свадьбе Ему Абсолютно Две Разные Творения Абсолютно Две Противоположные Творения Посмотрев Как Дом Дом Должен Выглядеть Женщина Замечает Каждый Миллиметр Это Не Так Стоит Это Дог Должен Стоять Тут Это Подходит К Этому Для Него Пусть Будет Все Хорошо Бест Седер И Мы Видим То Что Мужчина Женщина Они Полностью Абсолютно Противоположен На самом деле Творения По их Поведениям По их Всем Абсолютно Нам все Это На самом деле Ясно Теперь Если Они Такие Противоположности И Творец Говорит Как То Что Знай Вам Двоем Мужчине Принято Быть Одному Это Плохо И Что Соединиться Такому Противоположному Настолько Большое Противоречие И Быть Да Под Одной Крышей Находиться Под Таким Именно Под Те Положен На Стороне Быть Именно Под Одной Крышей Это То Желание Но Творец Говорит Да Творец Пишет Своим Творец Да Это То Желание И Тогда Ты Будешь Полноценный Мужчиной Тогда Есть Настая Полноценность Всего Как Мы Уже Сказали В Прошлых На Уроках Тогда Где Эта Радость Почему Не Появляется Эта Радость Где На Самом Деле Заключается Эта Те Именно Хорошие Вещи Которые Принципе Должны В В Семь Понятно Нам Всем То Что Если Творец Так Хочет Тогда И Радость И Гармония И Семха Которую Он Говорит Нам То Что Так Должен Прийти Должен Прийти При Семь Когда Люди Мужчина Женщина Строит Семью Так Женщина Заключается На Самом Деле Ключ К Этому Для Того Чтобы Понять На Самом Деле Глубину Этого Всего Мы Должны Очень Ясно Явно Понять Действительно Вот Этот Момент Что Настолько Мужчина И Женщина Они В Действительности Разны И Особно Наше Поколение Когда Многие Из Что Понять То Что Сущности Мужчины И Женщины Они Они Разны Они Абсолютно Разны Наши Мудрецы Уже Неоднократно Говорят Об этом То Что Путь Женщины Это Быть Дома Женщина По натуре Она Хочет Быть Темно Дома Кто Ищет На самом Деле Другую Половину Ищет Мужчина Бегать За Девочкой Это То Что Есть Путь Мужчины Возьмем То Что Настолько Есть Скажем так Тюрьм Для мужчин И для женщин Во всех Странах Посмотрим Процентуально Намного Намного Меньше Тюрьм Для женщин Чем Мужчин Потому Что Женщина По натуре Ей тяжело Делать Какие-то Страшные Или Плохие Вещи Ей Тяжело Она Другая По сущности По сущности Она Другая Мужчина Более Может Дотворить Поломать Какие-то До границы Перейти И так далее Это он И это она И как бы Не хотели бы Мы Сказать То что Они одинаковы Мы понимаем Все то что Оно Никогда не было И оно Не есть Так Сущность Остается Мужчина Другой Женщина Другом Но все-таки Мы понимаем То что Для того чтобы Создавать семью Нам Приходится Жить вместе Под одной крышей Теперь Когда Мы Строим Семью И когда Мы Приходим Эти две Противоположности Вместе На почву Чего тогда Начинаются Все проблемы И Где же На самом деле Находится Тот Ведавак Бейштов Июля Басары Хат Тогда то что Будет прилипаться И они Станут Именно Одной Именно Плоти Где же Именно Эта Проблема Проблема Начинается Дорогие Друзья Когда Мужчина И женщина Находясь Под одной Крышей Начинается Борьба Качества Характера Качество Характера Может быть Это Многих Из нас Может быть Это Абсолютно Новое Слово И Может быть Даже Никогда Не замечали Этого Но Наши Мудрецы Неоднократно Об этом Говорят Говорят И Это Есть То что Мужчина И женщина Когда они Приходят Каждый Приходит Своим Чемоданом Качество Характера Который Он Берет Который Она Берет И Они Начинают Сейчас Бороться Напорти Друг 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 Эти Качества Характера Они Боряются Напорти Друг 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 Она Скупая Он Не Скупой Она Любит Одно Он Любит Что-то Другое И Начинает Я Хочу Так Я Хочу Так Я Хочу Этого Ты Хочешь Этого И Начинается Борьба Между Мужчиной И Женщиной И На почве Этого Всего Начинаются Тоже Все Проблемы На почве Этого Тоже Ломается Именно Такое Желание То Что Мы Должим Прийти Вместе И Осознавая Того Всего То Что Мужчина Женщина Другой Тогда Что Делать Когда Мы Строим Именно Семью Что Происходит Где Есть Именно Вот Этот Момент Где Мы Можем Найти Радость Именно В Семь Семья Когда Мы Строим Дорогие Друзья Есть Два Вопроса Два Эпро Что Называется Два Подхода Как Мы Можем Смотреть На Семью Является Ли Семья Для Меня Как Мой Палас Что Такой Мой Палас Я У себя Дома Как Мужчина Хочу Себе Чувствовать Мужчина Это Значит Такой Как Я Был Примите Как Как Я Есть Как Я Есть Я Пришел И Хочу Чтобы Были Вот Эти Определен Законы Женщина Приходит Может Чуть 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 Более Мягче Вначале Но А потом Уже Каждый Уже Вытаскивает Свои Рога Каждый Хочет Себе Почувствовать Себе В своем Паласе Или Мы Посмотрим Сейчас Стороны Торы И Мы Сейчас Посмотрим Неврядно Большую Вещь То Что Мужчина Женщина Могут Достичь Вместе Совместной Жизни Подход Торы Дорогие Это в следующем Говорит нам Тора То Что Дом Это Не твой Палас Это Не место Где Ты Захочешь В своем Примите Меня Как Он Есть Я Хочу Вести Себе Таким Образом И так Дали Дом Это Место Где Мы Муж И Жена Мы Живем Ради Высоким Нацели Высокий Цель Это Называется Так Называем Шаламбайт В нашем Словах То Что Называем Семейная Гармония И Это Высокая Цель Которая У нас Есть Мы Своими Плюсами Минусами Заходим Вместе И Дом Это Место Работы Место Где Творец Говорит Нам То Что Вы Совместной Жизни Вы Можете Достичь Всех Самых Больших Человеческих Висот Если Вы Правильно Подойдетесь К этому Я хочу Объяснить Что Я имею ввиду Желание Творца Дорогие Друзья В чем Именно Все Вещи Которые Мы Делаем Соблюдение Заповеди Всех 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 Этих Вещей End Of Today Чтобы Человек Стал Лучшим И совершенным Человеком Даем Этому Маленький Пример Мужчина То Как он Женится Позвонил Ему Друг Можешь Хочешь Выйдем На пиво Сказ Нет У меня Плохое Настроение Нет Извини Меня У меня Голова Болит Найдет Куча Путей Хочу Пойду Хочу Не Пойду Есть Помочь Кому Хочешь Помочь Сара Хочу Помочь Хочу Не Могу Помочь Не Хочу Помочь Хочу Есть Какое-то Хорошее Дело Да Можно Так Можно Не Так Человек Флексибель Приходит Человек Дома У него Женит Много Вариантов Хочешь Не Хочешь Ребенок Когда Проснется Он Тебе Устроит Или Тебе Сирен Устроит Целую Ночь Или Ты Волен Встанешь И Делаешь Хесен И Даешь Ребенку Свою Милость Свою Любовь И По отношению мужа То же самое По отношению жене То же самое Не захочешь Ее делать Отдавать Ее Хесен Отдавать Любовь Отдавать Милость И Привезти Ее То Что Ее Надо Тогда Получится Что Как Говорится Я уже Сказал Неоднократно Есть На Иврите Два Слова Цуми Или Цунами Цуми Это Хорошие Слова Приятные Слова Давать Ее Любовь Если Не Даешь Приходит Цунами С другой Стороны Или Так Или Так Значит Дом Это Тот Место Где Мы Можем Работать Над С вами Качество Характер А Именно Теми Плюсами И Минусами Не Нужно Ничего Другого Им Но Выдумать Мы С вами Характер Больше Объясним Глубже Но Осознавая Тот Момент Что Дом Этот В чем На самом деле Заключается Эта борьба Или Почему У нас Произошла Сейчас Какая-то Ссора Или Какое-то Недопонятие Что Здесь Здесь Идет Речь О Качество Характер И Вот Это Качество Характер Где Идут Именно Борьба Между Этими Твоими Вещами Именно Тот Именно В этом Месте Приходит На Тора И Говорит Сейчас Мой Дорогой Место Для тебя Мужчина Место Для тебя Женщина Чтобы Вы Могли Изменяться Изменяться В чем Быть Более Милосердным Другому Быть Чуть-чуть Пойти В нашей жизни Научиться То что Да Иногда Можно Сдаваться Иногда Пойти Шаг Назад Для Для Того То что У нас Есть Вот Високая Цель Которую Мы Называем Шалам Бай Чтобы Была Гармония Дома Ради Того Чтобы Не Ломать Эту Гармонию Я Лучше Пойду Один Шаг Дальше Чтобы Была Чтобы Не Ломать Вот Эту Гармонию Чтобы Была Шалам Байт Даже Если Захожу Мужчина Что Дома Я Очень Голодный Я Осознаю То что Мне Сейчас Жду Сейчас Что Стол Будет Накрыт И так Далее Заходю И Что Происходит Я Уже Чувствую Запах Уже Горевый Понимаю Что Сгорела Еда Заходишь Дома Дети Не Убраны Дом Не Убраны И так Далее У тебя Два Варианта Или Ты Сейчас Можешь Сказать Что Да Почему Это Так Не Уважайте Та Та Или Понять Что Тут Женщина Женщина Она Бедняжка Она Должна Сидеть За Двумя Тремя Четырям Детьми И Плюс Когда Готовы Деду Да Может То Что Действительно Еда Сгорела Будь Понимающая Другой На стороне Человек Становится Более Понятлив По отношению Другой На стороне Становится Другим Становится Лучшим Человеком И Женщина То же Самое Женщина То же Самое Понятно Что А Сейчас Мужчина Пришел Нужно Подумать Может Заранее Как Мне Сейчас Таким Образом Делать Чтобы Все Было Готово Для Того Чтобы Он Сейчас Не Был Нервный Чтобы Он Чтобы У Него Было Все Вовремя И Так Далее Мы Понимаем То Что Эти Моменты Мы Можем Или Ломать Именно Тол Возможности Которые Нам Было Дано Или Так Огном Тора Говорит То Что Эти Вещи Дано Для Нас Чтобы Мы Стали Лучшими Людьми Ради Чего Ради Наши Мы В конечном Итоге Как Мужчина С 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 Мы Изменяемся Мы Становимся На самом деле Другими И Для Этого Когда У нас Есть Это Высокие Цели Для Того Чтобы Вот Это Не Ломать Мы Переходим Говорим В некоторых Вещах Через Себя И По Другому Можем Ведем Через Себя Чтобы Строить Вот Эту Гармонию В семье Можем Строить Гармонию В семье Теперь В этом Мы Можем Приобрести Невероятно Большое Именно Качество Дорогие Друзья Невероятно Большое Именно Качество Именно То Что Мы Называем Именно Еврейским Качество Милость Сдавать Иногда Простить Другому Человека Иногда Понять То Что Да То Что Есть Там Другой Человек Который Есть Его Нужды И Не Только Как Быки Да Я Хочу Так Это Должно Быть Так Этот Не Осознавать То Что Есть Мир Другого Человека Тоже Здесь И Поняв Что Там Действительно Один из невероятно Больших вещей Которые Творец Делает Которые Мне Всегда Это Удивляет И В Каждых Шедухах То Что Я Был Чуть Может Быть Затронут И Так Далее Везде На самом Деле Этот Момент Это Невероятно Вече Если Мы Каждый Из Нас Посмотрим В Наших Семьях И Уверен Мы Можем Это Найти Один из Невероятных Вещей Которые Творец Делал То Что Муж Женой Когда Они Строят Семью Это Большое Как Обратит Особенно Надзор И Рука Творца Именно В Шедухах То Что Мужчина Женщина Как Они Именно Подходят Друг 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 Теперь Очень Часто Все Эти Ссоры Приходят На основании То Что Мужчина Не Видит Плюс Жены Жена Не Видит Плюс Мужчины И Негативные Моменты Которые Есть Они Приходят И Они Борются Труб Друг 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 Пример Мы Женой Любим Одну Музыку В Это Мы Одинаков Вот То Что В Цвете Там Не Знаю Там Как Должна Выглядит Там Комната Вот В Этому У нас Мы Не Можем Уже Двадцать Лет Договориться Вместе Пример Да Очень До того Как Мы Что-то Здесь Делаем Не Бывает 100% Подходящим На Пары Это Не Может Быть И Это Неправильно Так Это Не Заложено В Натуре Так Как Творец Создал На самом деле Все Абсолютно Реальность Для чего Нужно Жениться Говорят Наши Мудрецы То Что Цель Когда Мы Именно Строим На Семью И Каждый Приходит С С Плюсом Каждый Приходит С С Минусами Заметьте Очень Интересный Момент Это Дас Невероятно Большой Шаг Большому Нашаламбайду Дорогие Друзья Что У Мужчины Есть Невероятно Большие Позитивные Качества Которые Именно Ей Второй Именно Половине Не Хватает И В Нее Есть Тоже Позитивные Качества Которые Ему Не Хватает И Его Негативные Моменты Это Тот Вещь Который Она В Состоянии Помочь Ему Изменяться И Ее Негативные Моменты Он В Состоянии Помочь Изменяться Другими Словами Это Как Пазль Который Подходит Друг Друга Если Вы Только Муж Женой Не Были Вы Открытыми Глазами На Этот Момент Дорогие Друзья Девяносто Процент Всех Ссора И проблем Мы бы Решили В этот Же Момент К сожалению Мы не Осознаем То Что В Нас Лежит Что Качество Характер И Это То Что Именно Борется И То Что Есть Надзор Свиши И Мы То Что С Моей Женой Пожалелись Это Не Просто Так Happened To Be Могло Быть Кто Другой Могло Быть Нет Могло Быть Что Другой Это Идеально Для Меня И Мой Муж Для Меня Сам Идеально Для Меня Каждая Сторон Она Должна До Слышать Сказать Этого И Теперь Смотрите Как Настолько Это Красиво Настолько Это Невероятно Жена Приходит Со Своими Позитивными Качествами Говорит Допустим У Него Невероятно Большое Именно Качество Благодарности Она Приходит И Постоян Говорит Спасибо Спасибо Ему Спасибо Надоел Ему Вот Тут Уже Сидит Он Уже Накричет Хватит Уже С вами Спасибо Надоела Ты Мне Уже Подожди Муж Две Минуты Скажи Меня Спасибо Для Тебя Это Хорошее Или Плохое Качество Понятно Что Это Хорошее Качество Вся Тора Вся Юдеизм Стоит На Качество Благодарности Вот Именно Она Пришла Для Того Чтобы Помочь Тебе Научить Качество Благодарности Качество Благодарности Даже Самая Величайшая Вещь Тебе Ты Принес Ее Яблоко Она Тебе Коврит Спасибо Ты Делай Чай Спасибо Даже Докудова Даже Докудова Тебе Этого Нету Нету Молодец Она Пришла Чтоб Тебе Научить Вот Это Позитивное Хорошее Качество Который Тебе Того Не Хватало Из-за Этого Понимаете То Что Мы Меня Как Мужчине Бесит Скажем Так Назовем Мне Не Нравится Ее Те Качество Как Она Себе Это Позитивный Но Со Стороны Торы Она Именно Из-за Этого Прошла Для Тебя Именно Для Ради Этого Прошла Чтоб Ты Стал Лучшим Человека И Это Настолько Невероятно Дорогие Друзья Я Когда Слава Богу Я Благодарю Вашему Потому Что Я Это Знал До Свадьбы Мой Равина Не Понимал Что Он Имел В В И После Свадьбы Мне Было Нужно Один Месяц Чтобы Эти Качества Увидеть Позитивные Йо Позитивные Мои Как Мы Подходим На Эти Качества И Я Видел Эти Минус Минус Скажем Одна Женщина Не В Состоянии Принимать Решение Не В Состоянии И Я Не Могу Решиться Что Мне Делать Она Не Реш Ей Тяжело А Ты Решаешь Идешь На Риски На Любые Риски Можешь Пойти Школих Именно Из-за Этого Ты Приходишь Чтобы Помочь Ей С ее Качеством Характером Я Тебе Сейчас Помогу Я Здесь Не Для Того Чтобы Бороться Против Друг Друга А Наоборот Помочь Тебе В Мир Определенную Свою Работу Но Тебе Это Легче И Ты Можешь На Рук Ази То Что Ты Такая Ты Не Можешь Ты Не Этот Уничтожать Своими Словами Или Понять То Что Есть Рука Виша Который Это Все Направил Именно Потому Что Ты Умеешь Этого Это То Что Ты Должен Ей Обучать И Направить Е И Подержать Тогда Принимает Вся Абсолютно Семья Дорогие Друзья Абсолютно Другую Картинку Абсолютно Другой Гармония Семь Осознав Вот Это Основной Именно Момент Который Нам Еврейство И Иудейство На самом деле Дает Нам Даем К этому Маленький Пример История Которая Произошла С С Рабинти Орбашаул Один Из Великих Великих Мудрецов Сварских Мудрецов Про Которого Говорили То Что Он Один Из Малых Людей Который Знал Всю Тору Наизусть Именно Глубочай Семь Понимание Который Учился С Рабод Йосефом Захрона Леврыха Пеховрута История Которую Была Рудили Сказали Которые Видели Это Все Рабинти Орбашаул Которой Кажда Минута Была Важна Для Изучения Торы Они Должны Были Пойти На Свадьбе Пойти На Свадьбе И История Должна Пойти Жена Говорит Дай мне Пару Минут Я Выйду Жена Сказала 5-10 Минут Я Буду Готов Там Сидит Человек Который Тоже Был Сравнитель Большов Лям И Проходит 5 Минут 10 15 Минут Нам Уже Всем Известно Женщина 50 минут Или Больше Плюс Идет Так Полчаса 50 Через 50 минут Выходит Жена Раблица На Баша Улю Что бы было Сейчас Мужчина Мужчина Который На Не Просто Ему Все равно Сидеть Ему Кажда Секун На Его Жизни Все Рассчитано Сидит Сейчас Раблица На Баша Улю И Говорит Своей Жене Стоило Ждать Эти Все 50 Минут Для Того Чтобы Ты Вели Жене Таким Образом Стоило Этих 50 Минут Для Того Чтобы Ты Можешь Сейчас Бороться Пойти Против Этого Или Понять То Что Она Другая И Нуждаются Сейчас Что От Тебя Что Тебя Что Твое Внимание Твое Понимание Зайти Именно Чужой Мир Зайти То Что Она Действительности Не Можно За Другое Творение Из-за Этого Настолько Мужчина Становится Тоже Другим Это Не То Что Хас Вешалом Как Уже Говорят Не Дай Бог Это Слово Которое Я Не Понимаю Откуда Под Каблучник Это Вопрос Не В Вопрос Что Ты Становишься Просто Понимаешь Другую Сторону Другую Сторону Понятно Что Да Есть Другой Человек И Таким Образом Дорогие Друзья Строите Именно Семья И Если Сейчас Человек Скажет Что Брэбэ Мошэ Ты Мни Сейчас Мозги Принимите Меня Как Я Есть Не Хочет Она Не Хочет Он Я Есть То Что Я Не Стараюсь Ради Того Что Кого То Меняться Или Ради Кого То Это Делать Во Первых Я Хочу Ответить Мужчине Или Женщине Это Не Тоже Ради Кого То Меняться Это Делаешь Ради Самого Себя Ради Самого Себя Чтоб Ты В Своем Мире Было Лучше Я Хочу Дать Малький Пример Малький Пример Человек Который С Сто Долларов Он Доволен Этим Это Хчело Он Хочет Тысячи Долларов У них Тысячи Долларов Он Хочет Десять Тысяч Долларов Он Хочет Сто Тысяч Долларов И Это Нормально Есть Одна Вилла Хочет Две Виллы Есть Мерседес Хочет Порше Человек Всегда Он Хочет Большего Он Достиг Образиленных Хороших Вещей Он Желает И что Есть Качество Характера Нам Каждому Мужчине И женщине Приятно Когда У нас Есть Хорошее Качество Которое Люди Видят И Ценят Какая У нас Есть Открытая Рука Для Гостей Как Достой У нас Хорошее Сердце Для Чтобы Помочь Другим Нам Это Приятно На Всем Так Почему Тоже Так же Как У нас Есть В деньгах Так Как У нас Есть В этом Мире В этом Материальном Мире Мы Хотим И Стремимся И Хотим Достичь Большего Почему Мы Не Хотим Быть Лучше Ты Лично Я Лично Каждый Из нас Может Стать Лучшим Человеком Достичь Больших Уровней Своем Реальности И Если По-настоящему Зайти Глубже Дорогие Друзья Это То Что Мы И Есть По-настоящему Наше Тело Через 120 Лет Уйдет И все Но Душа Это То Что Есть Прежде Наш Характер Это То Что Мы Есть И Дома Когда Мы Создаем Мы Думаем То Что Заходим Именно Два Человека Со Своими Материализмами Нет Ролл Строй Из Вилла Остается Все На Но Кто Именно Живет Под Одной Крышей Человек С Человек А Что Такое Человек Дорогие Друзья Это Качество Характера Каждой Стороны Человек Это И есть Его Качество Характера Если Мы Хотим Чтобы Жить В Гармонии Чтобы Мы Были Именно В Гармонии С Другой Половиной Нам Необходимо Понять Что Здесь Идет Игр Качество Характера И Для Меня Чтобы Я Стал Лучшим Человеком И Это То Что Было Изначально Задумано Творца То Что Человек Достиг Своих Високих Именно Качеств И Проявил Свои Лучшие Именно Качества И Его Для Этого Вы Живете Именно Вместе И Таким Образом В Конечном Итоге Ты Никого Не Вредишь Себе Делаешь Доброту Себе Делаешь Доброту Не Ради Кого То Ради Себя Ради Высоким Нацели Которые Мы Хотим Чтобы Было Мир Именно Между Нами И Когда Это Одна Такая Рассказ Притча Такая Что Как Был Хирш Олень Олень С ромами Рогами Постоянно Путался В лес Постоянно Путался В лес И Он Сказал Все Что Я Буду Делать Я Пойду Сейчас Отрезал Все Деревья Попробовал Опять Не Получается Еще Больше Нужно Отрезать Пошел Резал 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 Опять Не Получается Пока Пришли К нему И Сказали Мой Дорогой Ты Должен Свои Рога Отрезать Лес Ты Не Можешь Убрать Лес Он Бесконечный Куда Ты Его Брешь Тебе Рога Нужно Отрезать Чтобы Пошел Ты Нормально Для Тебя Ж И Для Кого Ж Еще Пойдем Еще Глубже Дорогие Друзья Почему Наше Время Настолько Не Хватает Шастя У Людей У Нас Есть Столько Материализма Мы Живем Поколение Которое Никогда Человечество Не Видел Столько Материализма Так Как Сегодняшний День Столько Материализма Оно Все Есть Пожелай Все Что Ты Хочешь Но Количество Депрессии Люди Которые Сегодняшний День Живут Во Всем мире Оно Перешло Все Шкалы Каждым Годом Это Растет И Растет Почему Вроде У Наш Все Есть Где Симха Где Эта Радость И Наши Мудрецы Говорят Что Симха У тебя С твоей Женой Где Эта Радость Почему Нет Многие Люди Которые Женаты У них Тоже Нет Симхи Как Мы Знаем Прекрасно Где же Мы Тут же Сейчас Заходим Дорогие Друзья Неврядно Большой Секрет Настовое Настовое Человеческим На Мы Хотим Привести Пример Который Говорится В Танахе История Про Хана Хана Дорогие Друзья Как Мы Знаем Была Один Из Великих Праведниц Которой Являлась Мама Шмуэль Анави Который Говорят Наши Мудрецы Мошей Ярон С одной Стороны Шмуэль Который С другой Стороны Невероятно Больше Величие Этого Человека Невероятно Мы Даже Не можем Себе Представить И Давайте Посмотрим Как Родился Шмуэль Анави Ее Мама Хана Она Была Бездетная Она Была Замужем За Эль Канан Ему Звали Эль Канан У нее Была Тоже Другая Жена У нее Другой Жены Были Дети А у Ханы Не Были Дети И Она Молилась Творцу Творец Дай мне Дети И так Далее Но Ничего Не Получался До Того Момента Как Его Муж Сказал Следующие Слова И На Это Дает Нам Ответ На Наш Вопрос Говорит Говорит Эль Канан Своему Своей Жене Хане Я Я Я Тебе Хорошо Я Твой Муж Лучше Чем Десять Детей Десять Детей Услышав Эти Слова Хана Поняла То Что Все Я Иду Сейчас Все Абсолютно Делаю Ради То Что Творец Мне Давал Именно Детей Идет Эта Вся История То Что Идет В Бетамикдаш И Элья Куэйн Он Видит То Что Она Щепчет Очень Тихо И Она Думал То Что На самом Деле Она Пьяная На самом Деле Она Молила Творцу И Оттуда Мы Изучаем Что Тихо Нужно Молиться Шмоне Эсере И Эта История Как Она Потом Делала Типа Что Она Делала Она Стала Беременна И Родился Шмейн Новый Дорогие друзья Тру задают Вопрос Нашим Мудрецы После Того Как Элькана Говорит У меня Я Лучше Как Десять Детей Для Тебя После Этого Она Пробудилась Она Поняла То Что О Сейчас Все Уже Закончилось Потому Что Хана Она Поняла Невероятная Вещь У Меня Есть Все В Мир У У меня В этом Мир Нет Ничего Материального Которого Мне Не Хватает Все Есть Один Вещь У Меня Нет У Меня Нет Возможности Отдавать Кому То Если Нет У Меня Возможности Отдавать Я Несчастный Человек Поняла В этот Момент Хана Сказала Все Все Я Понял У У Все Есть Но Я Хочу Отдавать И Отдавать Сила Отдачи Дорогие Друзья Это Есть Секрет Всей Радости Рамбом Писал В своей Книге Человек Пурим Пурим У него есть Один Заповед Помочь Бедняков Или Делать Трапезу И Делать Другие Заповеди Которые У нас Есть Говорит Рамбом Иди Отдавай Деньги Бедняков Потому Что Отдача Тем Что Ты Отдаешь Нет Больше Радости Чем Говорит Вот Это Настоящая Радость Приходит Когда Когда Человек Отдает И Это Тот Место Где На самом Деле Место Где Мы Можем Отдавать Больше Всего Это Из Нашей Семьи Наша Семьи Говорит Марху Равхам Итан То Что Самые Настоящие Качества Появляются Именно В семье Кто Мы Есть Знает Только Наша Жена И Творец И Добро Тоже Муж Знает Только Они И Творец Хочет Именно Здесь Чтобы Мы Стали Отдающими С С стороны Когда Отдаешь Не ждешь Ничего Кто Будет Мне Делать Чай Иди Действительно Вставай Делай Хочешь Что-то Я Не Прошу Я Только Хочу Давать Отдавать Простить Может Действительно Есть Ситуация Закрыть Глаза Ради Того Что Шалом Чтоб Я Стал Лучшим Человеком Если Есть Куча Куча Мудрецов Мы Сейчас Не Зайдем Во Все Это Но Именно Настоящая Радость Есть Именно Там И Мы Должны Осознавать Невероятно Большой Момент Дорогие Друзья Чем Мы Больше С Детства Особенно Наши Поколения Чем Больше Привязаны Материализму Наша Душа Он Спит Он Спит И Настоящее Желание Его Чтоб Проявились Его Наши души Говорят наши Мудрецы Еврейские Души Они Рахманим Байшаним Вегомле Хасадим Это Качество Еврея Рахманим У них Есть Милость Байшаним Они Очень Стидливые Люди И Гомле Хасадим Они Помогают Другому Это Наша Натура Которая Есть В Нас Но Когда Есть Счастье Когда Настоящая Натура Может Проявиться Когда Он Может Прийти На Это Материализм И Я Я Я Так как Ребенок Выраст С детства Я Дай мне Дай мне Наш Тело Становится Более Грубый 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 И не дает Этой Душе Выйти Его Настоящим На Качество И Если Действительно Человек Активно Не будет Работать Над этим Дорогие Друзья Говорят Нам В святые Книги Это Качество Они Выйдут Если Оставить Человек На Баланс Просто Так На Стендбай Он Выйдет Все Его Плохие Качества Которые В Него Есть А Где Хорошее Качество Хорошее Качество В Него Заложено И У Него Есть Невероятно Большое Желание Чтобы Это Вышел Но Что Нужно Желание Желание Чтобы Эти Хорошее Качество Выходили Чтобы Он Стал Лучшим Человеком И Где Можешь Достичь Сейчас Мы Поняли Что Семьха Радость Где У Тебя Может Быть Именно В Семье Потому Что Там И Ты Отдаешь Другой Именно Стороне Другой Стороне Ты Именно Там И Отдаешь Каждая Сторона Друга Именно Друг Друге И Там Есть Настоящая Именно Счастье Настоящая Радость Настоящая Гармония Потому Что У нас Нет Как Целый Который Мы Думаем О Высоком Цели Который У нас Есть Пойдем Еще Дальше Дорогие Друзья Говорят Наши Мудрецы Не Дай Бог Не Дай Бог Не Дай Бог Если Есть Развод Если Есть Развод Говорится То Что Алтар Которым Привозили Жертвоприношения Даже Алтар Плачет Когда Есть Развод Даже Алтар Плачет Алтар Причем Тут Алтар Где Алтар Где Этот Какой Сейчас Алтар Плачет Когда Есть Развод Потому Что На Алтаре Что Привозили Дорогие Друзья Привозили Жертвоприношения Алтар Плачет Это Значит То Что Причина Этого Развода Говорят Наши Мудрецы В чем Заключался Заключался В том То Что Стороны Не Были Готовы Жертвовать Сам Собой Каждый Каждая Сторона Готова Жертвовать Чем То Тогда Есть Шалам Байт Тогда Есть Гармония Тогда Есть Любовь Тогда Есть Радость Настоящая Тогда Есть Все Тогда Есть Все Дорогие Друзья И говорят Наши Мудрецы Заха Если Мы Сказали Что Аса Эзер Кенек До Творец Делал Что Эзер Помощиком Против Него Говорят Наши Мудрецы Помощиком Или Против Него Заха Если Он Удостоился То Жена Становится Его Помощиком Мы Блендер Это значит помощникам, если он удостоился, Заха это значит удостоиться, или же Заха, дорогие друзья, это приходит от слова Зикух. Зикух это значит очищенный, когда ты берешь бриллиант и ты его очищаешь, полируешь, полируешь, это есть Зикух. Если он полированный, каждый хочет полировать себе своими качествами, Заха, тогда есть Зер, тогда она становится помощником, тогда она становится помощником друг друга. А если нет, не дай Бог, это становится на противоположном. И мы сейчас видим явным образом, после того, как мы сейчас все это объяснили, если он не полирует, если они не полируют свои качества, Канекдон становится против нее. Понятно почему. Понятно сейчас все, почему, дорогие друзья. Потому что борьба идет, качество здесь, идет именно борьба этих вещей, двух вещей. И чисто вот этого понятия, то, что в доме происходит этот момент, даже мы сегодняшний день, сегодня на завтра, мы будем сейчас все колоссально абсолютно менять и так далее. И эта работа, это годы занимает, это занимает время, но первый шаг для этого, чтобы вообще понять, что есть вообще эти вещи происходят в семье. Ведь же эти вещи происходят именно в семье. И осознавая этих вещей, шаг за шагом, каждая именно сторона может привести к гармонии и счастью семьи. Дадим к этому с помощью, может быть, пару примеров. Пару примеров. И мы видим настолько это невероятно большая вещь ради шалома, ради всего, ради... Мы сейчас увидим несколько факторов. Приведем пример. Мужчина приходит дома, может быть, не совсем в хорошем настроении. Стол, сидятся дети и этот. И, конечно же, ему хочется, чтобы было все на месте, чтобы было все убрано и так далее. Но он заметил, что... То, что жена забыла стаканы поставить. Жена забыла поставить салфетки. Жена забыла провести воду. Жена забыла этот. Жена забыла этот. У тебя же два варианта. Или же... Да, действительно, она должна была делать. Честно сказать, да. Она, жена, должна... Пару пример, что кто-то должен что-то делать. Во-первых, это вам уже сказать, да. Никто ничего не должен, не должна это происходить. Ну, скажи. У тебя сейчас два варианта. Накричать. Будь жестким. Сказать то, что бум, это так должно быть. Почему это не так? То это так, то это так. И привести это все в начало, не дай бог, большого ссора. Что? Ради чего? Ради салфетки. Я понимаю, что сейчас человек голодный. Тебе хочется таким образом. Но, не дай бог, это может превратиться в Первую мировой войну. Мы прекрасно знаем, что все большие проблемы начинаются из маленьких именно проблем. Маленьких вещей, которые абсолютно не знают. Вообще, когда подумаешь, человек об этом. А с чего вообще начались споры? Здесь салфетка была причина нашего ссора. Отдадим сейчас другой вариант. Опять же, как тот же самый сценарий. Муж приходит. Молчит. Ему тяжело. Ему тяжело. Но он сам становится, встанет, берет кухню, берет салфетку, ставит на месте. Берет кухню, берет стакан, ставит на столе. Берет кухню, берет воду, ставит на столе. Думаете, жена этого не заметила? Он молчит. Жена, она прекрасно заметила. Ради чего он этого делает? Я не хочу трогать шаламбайт. Мой шаламбайт намного важнее, чем эта салфетка. Мне шаламбайт, мои вот это отношения, мой шхина, чтобы Ашем был между мной и женой. Это намного важнее, чем салфетка. Беседер. Сейчас смотрите, столько позитивных моментов происходит. Муж становится кем? Благодарен то, что есть, спасибо. Второй. Он не говорит то, что не, ты виноват от этого. Он сам становится самостоятельным. Он может встать, привести. В чем это? Это что, поломалась гордость мужчины? Его превосходство? Как он мог сдвинуться с места, чтобы он пошел, привез в эту салфетку? Зелёно-ура, мой дорогой. Это не так страшно. Зелёно-ура. Есть мужчины, которые там, у меня есть знакомые, которые весь дом делают своих жен. Потому что жены должны были работать и так далее. И убирают дома, и еду готовят, и детям на памперсе винают. И всё, и всё. Я не говорю, что ты должен стать таким. Но один просто поведение, смотрите, столько позитивных моментов. И теперь смотрите. В этот момент, вы думаете, что жена этого всего не заметила? Очень ошибаемся. Жена прекрасно поняла сейчас, что тут произошло. И сейчас, в этот момент, это молчание, это две секунды молчания, то, что ты промолчал, для меня будет неврядно больший урок. Он промолчал ради меня, ради нашего на семье несчастья, ради шалумбайта, ради того, что меня не задеть, ради того, что был мир между мной и её. Мне нужно что-то менять в себя. Мне нужно что-то делать. Мне нужно делать. Мне нужно быть более организованным. Мне нужно больше что-то делать. Но что? Одно молчание. Ты оставил шхину в своём доме. Ты оставил мир между вами. Дети остались нормальными. Ты не поругался. И всё было прекрасно. Ты мог нормально покушать, так как и мог покушать и до этого, и после этого. И всё было прекрасно. И самое главное, ты не нарушил гармонию. Ты не нарушил шалум, который царствовал между вами. И ты стал, конечно, в итоге лучшим человеком. Один шагом ты стал лучшим человеком. В следующий раз тебе будет намного легче. Поможешь другому, когда у тебя будет на улице кто попросит тебе что-то. Тебе будет легче. Потому что ты один шагом стал лучшим человеком. Мы, дорогие друзья, делаем такие шаги, ни один, ни два, ни десять, ни сто. Но много больше. Постоянно в нашей жизни. Но мы должны понять, открывать на эти вещи глаза. Жена с его стороны, муж с его стороны. Когда мы открываем глаза, то, что да, мы сейчас сделали какие-то добрые дела. Это невероятно важно, очень сильно важно, чтобы у нас было вот это счастье, о котором мы сейчас сказали. Кроме этого семейного несчастья, свой же радост, то, что у нас было, то, что называется сипук от СМИ. Самоудовлетворение, саморадость. После этого мужчина может встать сейчас и сказать, что опять смотри, она меня уже вот тут достает. Постоянно я тоже не... Постоянно я этот... Или может по-другому сказать. Я, Вару Хашем, удостоился быть лучшим человеком. Я смог свой Ецарара победить. Я был сильным человеком сейчас. Что написано на пирке? А вот кто такой сильный человек? Кто, кто побеждает свою Ецарару? Я сейчас был сильнее, чем мои простые именно желания какие-то. Я превзошел через себя. Я сильный. Я могу этого. И человек видит свое хорошее поведение не из того, что кто-то на ней голове стоит, и он обязан делать, или он обязан этого делать. Наоборот, из-за радости делает этого. И если каждая сторона делает из-за радости, дорогие друзья, видит, настолько он растет, видит, он настолько он становится лучшим человеком, он видит, настолько есть гармония, мир, счастье, цветет именно, есть именно дома. Но каждый пусть подумает, на самом деле, настолько это, наверное, невероятно. Настолько это именно невероятно. И последний момент, который можно на самом деле на это все сказать. Очень часто, как бы, когда особо на это все речь идет, когда люди, как бы, женятся до этого, постоянно мы смотрим на вот эти стороны, то, что первый же именно лист, то, что есть, это что, это столько денег есть, настолько у меня есть квартира, нету квартиры, есть машина, нет машины, я работаю. Все время люди смотрят, мама же, об этом. Но когда мы сейчас поняли, то, что мы сейчас поговорили об этом, о качестве, характере, пусть каждый подумает, в каждом итоге мне нужно жить с человеком. Я же не говорю то, что посмотреть, не посмотреть на эти материальные вещи, но в каждом итоге я не живу с этим Рос-Ройсом. Я не заберу ее у себя в зал, я не могу с ней спать. И с этими банками тоже, деньгами в банке, я не буду с ними спать. А с кем? С человеком. С человеком я живу. У меня был знакомый с Франкфурта. Пошел парень жениться в Москве. Рассказывал мой друг, то, что он пошел. Во-первых, целые там истории, да, как это все было. До того, как была вообще помолка, согласие о том, что, да, девочка, девочка, девочка нравится, все хорошо, все они хотят, они хотят построить. То, как вообще начать вообще разговор, условия стороны девочки. Свадьба должна быть в Мардам Палас, как мы знаем, это, не знаю, сейчас есть или нет, в Москве. Мардам Палас, как минимум. Чек, мамашем, но вы писали. Певец должно быть там, мне кажется, если я правильно, сосу повлящу, или должно быть, как минимум. Так это, так это, еда, уже с человеком, уже даже не начал, помолвка, да, нет. Мы только на это согласились, то, что так, так это будет выглядеть, и так далее, все эти условия. Парень сказал бы, Песедр, пойдем уже на это, такие вещи просят. Причем, нам нравится, мы хотим вместе жить. Причем тут свадьба, и мы. Парень встречался, был согласен на все, и так далее. И вот этот материализм, и все так, у него уже, парень, как бы, тоже, как бы, состоятельный, очень умный, в банке работает, в Германии, и все, и квартира есть, и все, но, как бы, для него даже денег было, это, через Шмир, наверное, сильно много. Ну, чисто просто с их стороны, не со стороны денег, я не знаю, у него было или нет, но, как бы, со стороны просто этого. Он говорит, один раз, говорит, идем на улице, и так далее, и, во-первых, тоже эти покупки, которые, там, самые лучшие одежды, самые лучшие, этот, все, он уже, как бы, он уже, как бы, там, во всем это, уже понял, где он вообще попал. Девочка, говорит, спрашивает, скажи меня, какой фирмы мебель есть у тебя дома? Дома у тебя, какой фирма, даже не знаю, какие фирмы есть от мебели? Когда он услышал этот вершин, он говорит, ты, тебя интересует, какой мебель у меня дома? Какая у меня фирма, мебель у меня дома? Он взял свое кольцо, говорит, извини, дорогая, все, на этом, говорю, заканчивай. Шемлю, все, говорю, заканчивай, все твои, мы, все, на этом, не хочу даже ни свадьбу, ничего. И с кем ты женишься, с мебелью женишься, это тебе интересно? Это тебе интересно? Дорогие друзья, мы живем человеком, мне нужно человек. И не только это, дорогие друзья. Рамбан пишет, то, что мужчина с женщиной, они, одна душа, который разделился, и потом, конечно, в итоге они должны соединиться вместе. Вместе они должны соединиться и стать одной именно плотью. Чем? Именно вот этими, чтобы работать над характером, качеством характера, и потом, чтобы они стали одной целью радоваться счастью другого, быть больно, когда другому больно, чтобы быть именно одной именно счастью, так как мы любим наших детей, и точно так же, даже наших именно, других именно половин. И намного больше. Потому что нету больше любви, чем между мужчиной и женщиной. Все аллегории, которые Шераширин писал, это было между мужчиной и женщиной. Это нету больше любви, чем это, которое должно быть и может без раташем тоже случиться. Но что именно нужно вот это, посмотреть на качество характера. И когда мы осознаем, то что у нас есть сторона, как бы, души, где-то, когда мужчина ищет свою вторую половину, он ищет, а, посмотрим, может быть это она, может быть нет, если нет, то до свидания. И женщина то же самое, попробуй, попробуй. В Германии есть такое слово, которое я услышал первая из меня, с ума сошел. Это значит, что жизнь, это промежуток времени, как бы, мы живем, как бы, промежуток времени партнерства. Ну, такое слово, посмотрим, ну, как бы, посмотри. Я такой, посмотрим, дорогие друзья. Это есть моя вторая половина. Это моя душа. Я иду, одно единственное я ищу. Из-за этого, а если это одно единственное, нету Мерседес или Рос Ройс. Если я буду с ним счастливым, причем эти все материальные моменты, это абсолютно даже не разговор. Если есть, то Бару Хашем, если нет, то же Бару Хашем. Это абсолютно не вопрос. Когда мужчина, женщина, мальчик, девочка встречаются, они видят, что между ними есть химия, есть маленькие, есть, они характером, они понимают, то, что есть основные какие-то характеры, то, что они подходят друг к другу, и есть моменты, которые минусы, это будет 100%, этого никто не может избежать, и со временем придется к этому работать вместе с собой. Да? То все. То это вопрос все равно от руки. Нет вообще тут материальности вообще на вещей. Мы сейчас принимаем абсолютно такой взгляд на свадьбу, дорогие друзья, на создание семью, на создание всего. То же тут именно игра имя наших качеств, тут игра наших человечеств, кто мы есть, и желание творства, чтобы мы стали именно дома, именно дома полноценными, именно дома хорошими людьми, чтобы изменяться, изменяться ради чего? Ради самого же себя, чтобы было в семье счастье. Когда каждой стороной не собираются и не хотят меняться и так далее, и не проявляется настоящее желание человека быть добрым, быть хорошим, отдача, простить другого, пойти чуть-чуть шаг назад, проявить человечество, проявить человека, и для Бога тогда происходит нехорошая вещь. Тогда нету ни радости, тогда нету ничего. И это то, что мы видим, к сожалению, сегодняшним на поколении. А с чего это начинается? Начинается от эгоизма. Начинается все от эгоизма и заканчивается от всеми этими плохими вещами. Мы сейчас понимаем ответ на наш вопрос. Почему мы задали вопрос, творец создал таким образом, то, что она другая, он другой, полный противоречия. И мы должны именно совместно жить и там построить, да? Потому что без этого кто бы мужчина или женщина стали бы? Они были бы простыми эгоистами до конца жизни. Ты в семье не можешь быть эгоистом. Можешь быть эгоистом, но посмотрим потом. Утром сковородка, вечером что-то другое, да? И дай Бог. Кажет другому. Мы в семье начинаем проявить, увидеть в нас новые качества. Новые качества мы начинаем проявить себя, которые это на улице мы не можем проявить. Кому? Тебе интересно, что если даже тебе тяжело, ты перейдешь через себя, чтобы пойти пиво попить? Нет, тебе все равно. Скажут, давай до свидания. В семье ты обязан. Это твоя жена. Это твоя жена. Это дети. Это все. Это что-то другое. Ты должен проявить свои качества хорошие. И там только возможно на самом деле этих хороших вещей именно проявить. Этих хороших вещей там именно возможно проявить. И тогда есть настоящее счастье. И тогда есть настоящее счастье, дорогие друзья. Дай Бог, чтобы у нас всех царствовал мир. Чтобы было всегда между нами. И чтобы была всегда удача. Простите, иногда еще закрывать глаза. Пойти помочь им на другом. Увидеть качества, которые в нее есть. Позитивные и негативные. И в него позитивные и негативные. И помочь друг другу, как можем это вместе делать. Не то, что каждая сторона живет там, другая сторона там. Каждый закрывается в своем комнате. Нет. Совместно. Совместно. Совместный разговор мы уже сказали в наших первых уроках. Общение, общение, общение с друг другом. Увидеть, прочувствовать. Это как две бумаги, которые ты трешь, 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 вместе, 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 совместно. И что? Что происходит? Конечно, мы становимся одной целой. Пролепленной. Одно. 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 Каждый чувствует уже нужда другого. Каждый уже не думает, что ты не вез, принес сейчас салфетку. Я встал, принесу. Мы, это наш дом. Это мы вместе хотим, чтобы было так. Никто ни к чему не обязан. Ты обязан. Нет. Ничего никто не обязан. Мы делаем все вместе. Каждый поддерживаем в чужих именно нуждах то, что есть. Каждый мы хотим, чтобы было другое именно успех. Каждый даем крылья другому. Ты в чем-то был успех. Молодец. Ты самый лучший. Нету такого, как ты. И она. То же самое. Нету такого, как ты. И так мы строим совместно эту семью. И тогда есть мир. Тогда есть шалом. Тогда есть гармония. И тогда есть шхина между мужчиной и женщиной. Мы разрешаем, чтобы действительно всегда была шхина между нами. И все-все-все благословения, что Башей им всегда дал. Амин. Кенира Цо.